Бррр, друзья, на улице холодно. В сегодняшнем видео зимние куртки, о которых должен знать каждый мужчина. С помощью этой информации вы сможете найти правильную куртку для себя. Готовы? Сделаем это. Друзья, вот каким образом сегодня будем работать. Я начну с повседневных курток и переходим к формальным. Буду надевать их и рассказывать. Готовы? Поехали. Сперва у нас повседневная спортивная куртка «Стеганый пуховик». Почему стеганый? Потому что вся куртка состоит из отдельных кармашков. Это отлично, потому что таким образом предотвращается сбивка наполнителя. Пух, я абсолютно убежден, что это шикарный материал для изоляции. У него есть своя история. И самое главное, я могу взять эту куртку, положить на дно сумки, взять с собой куда угодно, а потом надеть. Она будет отлично изолировать тепло и поддерживать температуру. Минус в том, что когда куртка намокает, она сразу теряет свои преимущества. А спортивная она из-за своего цвета. Как эта, ярко-зеленая, ярко-желтая внутри. И пуговицы с молнией, сделанные в спортивном стиле. Далее джинсовая куртка «Шарпа». Куртка в стиле «Бомбер». «Бомбер» обуславливает наличие этого материала на воротнике или другого меха. В принципе, такая широкая накладка на пуховик. А также карманы есть здесь и карманы здесь. Внешняя часть, как вы видите, сделана из данима. Вы также можете встретить подобные утепленные куртки. Дорожную и джинсовую. Что касается них, они жестче. Варианты базовой джинсовой куртки для более холодной погоды. Итак, почему я хочу, чтобы она у вас была? Она шикарна, в западном стиле. Ощущаете себя ковбоем, а также это отличная рабочая одежда. Далее серая полевая твидовая куртка, сделанная из хлопка и небольшого количества синтетического материала. Мне нравится эта куртка, потому что она серая. Опять же, нейтральный цвет, который будет сочетаться практически со всем вашим гардеробом. Поговорим о полевой куртке. Для нее характерно два кармана на груди и два кармана ниже. Эти два нижних кармана очень важны. Исторически в них носили боеприпасы. Такие куртки многие мужчины надевают на охоту. А также есть еще два кармана позади двух нижних карманов, куда вы можете положить руки, чтобы их согреть. А на внутренней стороне находится подкладка. Я обожаю, когда в куртках есть такое. По сути, это дополнительный слой изоляции. Если на улице стало теплее, ее можно снять. Если становится прохладнее, я обратно ее пристегиваю, чтобы согреться. У меня есть еще одна такая куртка. На груди нет карманов, но есть большие карманы для боеприпасов внизу. Кроме того, хорошее место, чтобы положить сюда руки. Причина, по которой я хочу показать вам эту куртку, внешняя ткань пропитана воском. Это делают уже около 200 лет. Любимица охотников, и не только, потому что она относительно недорогая. Здесь используется хлопок, на который нанесли воск. И вам нужно будет наносить его снова. Воск гидрофобен, что по сути означает, что он отталкивает воду. Эта ткань очень прочная и недорогая. И поэтому она такая популярная. Итак, у нас есть другая стеганая куртка, только в ней используется не пух, а синтетический материал. Самое главное то, что при намокании куртка продолжает выполнять свою работу по сохранению тепла. Как вы заметили, она тоже полевая, только не классическая. Потому что нижние карманы не такие большие, и некуда поместить свои руки. Но здесь есть карманы на груди, карманы здесь. Поговорим о цвете. Темно-оливковый цвет не такой громкий, как ярко-зеленый, как я показывал ранее. Но она все так же в спортивном стиле. Потому что здесь присутствует классическая охотничья цветовая комбинация. Ярко-оранжевый цвет с оливковым. Опять же, классическая спортивная комбинация, соответствующая олдскульной охоте. А теперь поговорим о кожаной куртке. Одна из моих любимых. Потому что ее можно найти в самых разных стилях. Бомбер, байкерская, летная куртки. Так много разных вариантов. Поговорим о классической байкерской куртке. Черный цвет, крупные молнии, с клепками. Функциональная куртка, которая кричит бунтарством. Поэтому мы ее видим в фильме «Бунтарь без причины», «Дикарь». Друзья, эти фильмы подчеркивают эту куртку. И когда они вышли на экраны, куртка стала очень популярна. Не только среди тех, кто ездит на мотоциклах, и среди тех, кто хочет выделиться из топы. У классической мотоциклетной куртки здесь есть перекрывающаяся область. Причина ее популярности среди мотоциклистов, гонщиков, пилотов в том, что у кожи есть уникальные преимущества, которые вы не найдете во многих других материалах. Первое – прочность. Если вы едете на мотоцикле и заваливаетесь, скользя по дороге, кожа отлично справляется со своей работой по защите вашей кожи от дорожной насыпи. Далее поговорим о ее ветроустойчивости. Если вы взлетаете на самолете с открытой кабиной, так же хорошо послужит. Она сохранит тепло, защитит от ветра и излишнего охлаждения тела. Обсудим фактор крутости. В правильной кожаной куртке вы будете выглядеть великолепно. Увидев вас, люди подумают о силе и мужественности. Далее поговорим о куртке-парке. Такая куртка была придумана инуитами. По сути, все дело в капюшоне. Зачастую вы увидите ее с меховой накладкой. Такие куртки сейчас очень часто подделывают. Это очень функциональная куртка. Довольно тяжелая, ветроустойчивая, с хорошей теплоизоляцией. Отличная куртка для температур ниже нуля. Классический дождевик – плащ Макинтош. Я хочу поговорить о нем, даже если это не является зимней курткой. Знаю, что у некоторых из вас не бывает настоящих низких температур. Но я считаю, что это может быть зимней курткой для тех, кто имеет дело с мусоном. Живет там, где часто идет дождь. Накидывайте легкий плащ и остаетесь сухим. Далее, господа, классический тренч. Этот плащ не классического цвета. Темно-синий. Классический цвет – бежевый. Плащ – это очень интересная вещь. Он появился в Англобурскую войну и стал популярным в траншеях Первой мировой войны. Поэтому его назвали траншейным плащом. И сейчас является классикой мужской одежды. Но я не вижу, чтобы его часто надевали парни. Потому что его труднее найти и такой плащ относительно дорогой. Давайте обсудим длину плаща. Для большинства мужчин немного выше колена – самый лучший вариант. Удобно садиться и выходить из машины. А если пешком или на метро, ниже колен подойдет больше. Давайте поговорим о классическом бушлате. Одна из моих любимых курток. Потому что у него есть военная история и невероятный функционал. Итак, военная история. Его придумали в морской пехоте США. Став популярным в 30-е годы, во время Второй мировой. И далее, после окончания войны, они появились в магазинах и продолжили быть на снабжении морской пехоты и по сей день. Но также это пальто невероятно функциональное. Оно не должно быть таким длинным, как плащ. Лишь прикрывает зад. Но оно тяжелое, подойдет, чтобы надеть его прямо на пиджак. Я считаю, что бушлат отлично смотрится. Когда куртка не ломает линию, откуда начинаются ноги. Это делает вас зрительно выше. Далее поговорим о Шанелле и очень быстро о топ-код пальто. У меня нет топ-код. Такое пальто редко встречается в наши дни. Зачастую сделано из очень легкого материала, как габардин. Такое пальто предназначено для того, чтобы защитить ваш смокинг. Шинель – самое формальное пальто, которое у меня есть. Которое я ношу, и это пальто я надеваю на костюм. Вы можете обнаружить, что иногда воротник поднимают, но большинство носят так. Это формальная куртка. Формальное пальто, созданное, чтобы носить с вашим пиджаком спортивным пиджаком. Говоря о длине, я считаю, если вам нужно что-то функциональное, чтобы удобно было садиться и выходить из машины, то берите пальто на 10-15 сантиметров выше колена. Насчет цвета – угольно-серый, черный и темно-синий. Ну что, друзья, теперь ваша очередь. Я хочу увидеть в ваши комментарии, какая ваша любимая куртка. Какую вы добавите в свой гардероб? Если хотите больше, у меня есть 100 советов по стилю менее чем за 7 минут. Да, друзья, я сведу с ума вас с этим видео. Видео веселое, я получил много удовольствия от него. Так что, если вы хотите знать больше о мужском стиле, зацените его. Я стараюсь делиться с вами здесь на Realman Real Style ценной информацией. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь их задавать. На этом все, друзья. Берегите себя. Увидимся в следующем видео.